так внимание друзья железо на проводе мы снова вместе 12 февраля снимаю пятую серию фильма о прививках в основе фильма лежат не текст не ля-ля-ля а фотографии каждую фотографию мы с вами рассмотрим уже пятая серия а мы еще только в начале представляете сколько их должно быть но серия бесплатная канал естественно бесплатный вот он называется садоводство по железу всего-то набирать в индексе садоводство по железу и вы в удивительном мире здесь есть уникальная возможность рассмотреть прививку как ювелирную как надо прививать ну и за одним как не надо так пятая серия фотографии в разброс чтобы они заскучали не уснули делаю специально это мой метод и так значит смотрим вот сюда вот что это такое эта фотография моего друга латинкова царство ему небесное он поделился своим опытом международной пересылки вот теперь с него спроса нет привлечь его не привлекут он сделал красивую калаш или как его назвать то в общем это подарочная подарочная вещь пока был жив флотинков я не имел право этого показывать а теперь имею какой теперь с него спрос вот таким путем канаду ушли уникально черенки уже поняли и так это раз всякий случай сюда зайдем вот это технология неудачная может быть межвидовая может быть внутривидовая но тем не менее очень дикий подул очень культурный привод в общем вы видите место несовместимость это я называю когда никто меня не учил биологическая несовместимость фотография не моя мне прислали вот а потом писали вот такой вот взяли нож и разрезали вот любуйтесь биологическая несовместимость эта вещь имеет место быть и на всякий случай скажу пока она еще такая еще может быть годом раньше если это двухлетка можно было взять черенок отсюда ребята это учеба не только прививка но и наше будущее можно было взять черенок и привить снова до того как она погибнет и сделать следующее поколение черенок отсюда а подвой родственник тому вот этого который был вот и его уже вот этого можно было бы не было однажды я начинал работу с этими с абрикосами которые называются абрикос королевский очень трудный был именно мои маджурские абрикосы не хотел приваться кое-как но принцип такой из десяти прижилось 2 взял с них веточки следующее поколение прижилось 4 примерно я не могу точно по памяти следующее поколение из десяти следующих десяти семь а потом из десяти десять и теперь королевский шагает по стране благодаря железу это не просто абрикос это роскошный абрикос вот показать вам его иногда так хочется похвастаться потому что сил нет как хочется похвастаться итак где у нас абрикосы фото абрикосов вот этот самый первый королевский видите это моя линейка и испытать невозможно сделал под аппаратом простеньким каким-то там помните еще какие они были да вот потом пробовал привать на сливу вот такой получил мощный но потом слива погибла продолжение не последовало еще показать вот ну как выглядит а и вот еще на этой сливе получился у меня королевский но уже получше а может это бай память подводит еще показать еще показать еще показать это уникальная фотография уникальный сад который не имеет равных на всей планете вот по качеству плодов по совместимости вы знаете что такое совместимость по совместимости вот эта все фотографии украдено, 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 присвоено в наглую, продают неизвестно что. Сколько раз я говорил, 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 и вот послушайте внимательно, вся система от научно-исследовательских институтов, создающих новые сорта, потом, сами знаете, учеба, а это значит учат студентов, ради чего? Ради того, чтобы такие сады были везде и всюду, так? Потом сорта, испытательные станции, потом государственные питомники, и потом все это в садах должно быть, все в холосту, все зря, миллиарды, на ветер, на ветер, на ветер, на ветер. Вот это украдено, вот это украдено. Вот, это на десятках, на сотнях сайтов. Вспоминайте, почему? Почему никто не отнимает, почему пустили этих варягов, которые продают больше, и загубили свои дешевками вот этими вот южными, загубили все, не только садоводство, миллиарды из кармана вытащили, так они еще не только это сделали. Вся работа холостую, потому что как дети сорта в садах-то. Вспоминаем мой вебинар, примерно два вебинара назад, а? Показывал Московский институт, этот сам, Московскую академию Тимирезовскую. А рядом, в мытищах, человек обыскал все мытищи, ни одного абрикоса. Ну, до чего? Когда дойдет до этого? А теперь ищем еще немножко Королевский. Кстати, потом увидите. Все эти лондонские, для меня середнячки, канадские, для меня середнячки. Но это к слову. Вот, сейчас еще, может, найду Королевский. Вот он, Королевский. За его спиной дерево, которое мы спилили на 32-й год. Вот он сзади. А это я почему говорю? Потому что это не просто так, ребята. Это не просто так. Вот. Мы с вами должны научиться совмещать подвой с паревоем. Тогда в Сибирь будет завалено. В Сибирь будет завалено вот этим. Видите? Ну. Вот я. Но это уже другой год. Ну, что, хватит хвастаться Королевским? Наверное, хватит. Итак, будем учиться прививать. Теперь. Вот это вот. Раз в разброс. Еще одна фотография попала. Сверхранняя прививка. С них, ну, где-то минус 0, минус 5. Бутылки. Под бутылками декор. Вот идет за 2. Месяц, первый месяц жизни идет за 2. Вебинаре. Меня спросили, я на следующий вебинаре отвечу. Он будет понедельник. О чем? Вот. Ну, он будет каждый понедельник. Надеюсь, пока я жив. Вот. И там сказано мною. Вот этот первый месяц под бутылкой. Еще только у меня. Это еще апрель. И, соответственно, жары не боюсь перегрева. В бутылке с крышками снимать крышки. Лень, хотя это тоже был вариант. Допустим, 2 недели с крышками, а потом уже без крышки. И через месяц, когда зазеленеет, снимать. Ну, мы это еще увидим. Ну, эту фотографию мне прислали. Молодец человек. Что не понимаешь, что творится в этом мире? Именно творится. Сколько этих фильмов? И обязательно покажут дерево. На нем 40 веток. Все с наклонами. Вывня, выбирают с наклонами. Где-то на середине ветки делают переверку. Я смотрю и думаю, на этом огрызке что будет? Да ничего не будет. А если будет, то она обломится. Обязательно то, что было 60 градусов, 40 градусов, 20 градусов по отношению к горизонту. Ну, что это такое? А вот эту фотографию мне прислал один из наших. Спасибо, выбрал вертикальный побег. А это старый, старый, это не цифровой фотоаппарат. Это мои первые опыты. Я бы сейчас еще был, хотя не мешали друг другу, пальцы еле пролазят, но я бы еще ближе сделал к этому основанию. Тем не менее, видите, я лепил все подряд. Вот это слива. Похоже, венгерка. Но это абрикос, это абрикос, это непонятно что. Вот таким образом. Это испытание. Принцип такой. Так что с ним приживутся? Нет, не так. Ничего с ним. Пусть приживается. Ну, пусть даже одна приживется, уже не потеряны ни годы. Вот. Это моя Даша, которая сейчас... Уже Тимошка скоро ее по возрасту догонится. Ее сын, мой внук. Вот. Позирует возле дерева. Это тот самый остров. Вон, крыша дома моего. Это сад, который сожгли. Помогли, не помогли, а не помешали мои арендаторы. И вот в то время я делал фотографии. Ну, может быть так, там, для газеты. Меня газеты уже вовсю печатали в то время. Вот, посмотрите. Не дай Боже, или наоборот, дай Боже. Я вот так мечтаю, что кто-то когда-то возьмет и назначит меня на один день президента, мне больше не надо. Я бы успел бы дать команду этим самым спецназу. Похватали бы всех, кто учит, что вот эти все лишние. Когда цветет, они не лишние. Нет, ни один дурак не отрежет ни одного листочка. Ни одного цветочка. Ни одной ветчики. А вот пока еще спят, допустим, месяцем раньше. С злобой. Да еще и могут летом, осенью, зимой, чтобы все это болело на морозе, чтобы сплошные раны, чтобы все это сдохло. А вот пока цветет, они бы не осмелились. А я бы сказал спецназу. Сюда, в наручники, выбрать самых именитых из них. Самых именитых, кто учит это, что у дерева много лишних веток. И пусть бы они приехали. И сказали бы, и все сделайте, как хотите, отпустим. Если вы откажетесь, скажете, цветочки жалко, то, по крайней мере, пусть все это снимает 10-20 ведущих телеканалов России. Как вы отказываетесь отрезать то, что месяцем раньше с удовольствием бы, с мурчанием, со звериным отрезали бы лишнее. В середку смотрит лишнее. Вот внизу ветка цветущая лишнее. И тут померили бы линейку. Ах, тут 40, кстати, а полагается 50-90. Вот это бы отрезали, вот это бы, вот это бы. Вертикальное, ни у кого отрезали бы, все бы поотрезали. А потом бы я бы сказал, все, сдаю полномочия президента. Вот, полюбовались все каналы. Вот. Значит, этот день мне всю жизнь бы заменил. Ради этого дня я готов был бы сказать за следующий день, расстреляйте меня, но это был бы мой триумф. Пусть бы они посмели вот это все ветки отрезать цвету. Это мне прислал кто-то. Это калаш, вот моя привычная лента. Так, Антоновка, ну ясно моя. Ясно, что раз прекрасно прижились, назвать его по двое удачи я не могу. Но люди при этом все-таки взяли, и, возможно, что-то было, что-то погибло. Но пошло два побега. Человек взял, привел оба. Пусть кривая, слегка горбатая. Ничего, вот. Горбатого исправит не могила, нет. Горбатого исправит пару колов битых и выпрямленных. Все будет выпрямлено. Вот это очень интересный снимок. Очень интересный, поверьте. Я когда, правда, давно, может быть, если вебинарами считать, то год и сетей назад показал эту фотографию. Мне прислали и говорят. Валерий Костин, да что ж это такое? Вот это вот, где ветки приросли, или наоборот, выросли из центрального этого. Вот это наплывло. Что это такое? Вот. Я, говорит, пишет человек, я ничего понять не могу, объясните. Я, знаете, как я объяснил? Я сказал, вы пленку не сняли? Не сняли. Так. А теперь представим себе, что к вам сзади подошли. И... Вот. И сдавили горло. А вы перед зеркалом. Сдавили вам горло, а вы перед зеркалом. И посмотрите. В натуре, если кто-то вам сдавил горло, как вылезет ваш язык, глаза из орбиты вылезут. Вот прям такая картина. Причина вот в этой неснятой пленке. Понятно? Ну и еще, друзья. Ой, у меня солнце светит в это. Через окно. 50 секунд. У нас середина февраля, все еще от 20 до 30 до 32. Вот так вот держится температура. Но солнышко. И так. Еще вам дам тогда советы жизни. И так. Жаль, лучше бы мне это показать, чтобы здесь было бы зеркало. Ну ладно. Все-таки я, может, кого-то спасу. Хотя бы одного на планете. И так. Есть такой прием, когда к вам подходят. Это был чисто умозрительный совет. Этот путь представить себе, что вам горло сдавили сзади. А теперь представьте себе, что по-настоящему сдавили. И душат в натуре. Натурально душат. Чтобы избавиться от этого захвата, надо всего лишь нежненько взять руки. Завести за свои. Завести за спину. Может быть, тут тени вы меня. Показать бы на тени. Нет, не получается. Так. Завести за спину. Нащупать мизинцы. Мизинцы человека, который сдавливает вам горло. Проверьте. Вот любой ваш брат, жена, племянник, кто угодно. Потренируйтесь. Это очень важно. И спокойненько разогните эти мизинцы. Если у вас появится желание потренироваться, вы еще их сломаете. Ну, образно. То есть, убийцу-насильнику сломаете. А тут просто разведете. И второй раз, десятый раз. Потом это будет так. Жик. Не за секунду. Нет, это много. За долю секунды. Вот только вам обхватили, вы тут же раз и все. А дальше делать, что хотите. У насильника, убийцы есть очень много слабых мест. Страшным орудием обладают женщины. Острым каблуком можно, не оборачиваясь, а это самое, пробить эту, как она, на ноге вот эта часть горизонтальная называется. Лодыжку пробить. Значит, палец, который столько денег тратится ради этого искусства ногтя, можно сунуть его в глаз. Да так, что он забудет о вашем существовании. Он будет орать и это самое, и просить вызвать ему скорую. Дальше продолжать. Про промежность не будем говорить. Тоже забываем. Мне надоело смотреть по телевизору, как насильники убивают. Причем показывают натуральные кадры, то есть восстанавливают картину убийства. И думают, господи, кто бы научил бы этих девчонок. Школа чем думает. Мальчики, трусы, сопляки выходят под двумя тростами, а на самом деле обыкновенные эти. Свинявые подростки выросли в памперсах. Никто не объяснит, что памперсы надо срочно отменять, пока страна не рухнула. Ладно. Я отвлекся, но я отвлекся по делу. Надеюсь, вы меня поняли. Следующее. Здесь понятно. Здесь когда-то было дерево. Я прекрасно помню это дерево. Почему я спилил. Яблоки от 550 до 650 грамм. Абсолютно несъедобные. Прошло время, и от пня опять пошли побеги. Но не пропадайте добро. Вот это вот, вы видите, что все три привитые, я подчеркиваю, привитые. Это, правда, не моя фотография, но я её прокомментирую. Представьте себе, что я студент. Я говорю, фактически, вот все мои вебинары, плюс вот эти фильмы, а их тоже немеряное количество, сотни, вот, все это должно лечь в основу подготовки студентов. Вот. И студент на экзамене должен, он на, ему бах, эту самую фотографию, методом тыка, неважно. То есть, опять же, мой метод. Никакой темы, а просто бах, фотографию из любой темы. Прививка или посадка, или характеристики какие-то там. Вот. А просто бах, шо ци таке? А? Разумею ты, Панова? Шо ци таке? А это просто, значит, все три побега были, ростовые. Они остались, ростовые. Но я это, меня никто не учил, я всё вижу своими глазами. Есть такие вещи, когда, есть такое выражение, дураку понятно. Только непонятно иногда, почему умные люди это, это, самое, сейчас бы сказали, обрывайте цветы. Не обрывайте, они редкие случаи, они сами отмалятся. Вот. А если повесит яблочко, ничего, и саджинс не умрёт. Если у него мощный подвой, получится, у меня есть такие фотографии. Яблоко 200-граммовое, и метровый прирост. Вот. Но, объясняю, откуда берётся цветы. Их не должно быть. Если бы эта ветка была бы, это просто последнего года. Как правило, они не цветут. Как правило, когда переходит она в разряд второгодников, третьегодников, там уже цветут. А эта, как правило, нет. И вдруг, бах, три ростовые, и все три цветут. А, друзья. Предчувствие гибели меняет программу. Теперь это не просто почка ростовая, а почка и ростовая, и цветочная. Как правило, на этом месте в это время цветы не завязываются. Это, вот, ещё раз говорю, есть у меня десяток фотографий, но это большая редкость, когда сразу, одновременно столько не успел привить, а он уже плод имеет. Вот это я вам хотел сказать. Так что не пугайтесь и ничего не делайте, вообще поменьше лезьте в это дело. Вот здесь очень высоковато, ну, видно, где подвой, где прямой. Прекрасно растёт дерево. Ничего не скажу, это мой снимок сделал, видите, в апреле 21-го года. И что делал? Павел Троценко делает очередную книгу. А, редактор двух моих книг, так, делает ещё одну, третью. Но дело в том, что, не знаю, соберём ли мы деньги. Но это второй вопрос. Как говорил это, знаете, как анекдот? Ну, я люблю поговорить. Студенты вылетают от профессора злого. Два, 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 два. Остался один последний. Заходит, тот на него злобно смотрит. Вот, устал, ни один студент ничего не учил, всё пьянствовали. И вдруг, говорит, в отчаянии, я вам задам только один вопрос. Ответите? Вот. Ставлю зачёт. Нет? Пошёл это самое. Вот. Да-да, профессор, задавайте. Так, что такое большое, морское, воздуходышащее, млекопитающее? Ну, студент, естественно, ничего не учил, естественно, он не знает, что такие-то. Вот, думал, думал, потом говорит. Господин профессор, это шестиногий семерук. Чего? А что это такое? А это, господин профессор, вы задаете второй вопрос. Я на первый ответил. И протягивает зачётку. Так вот, что это всё-таки? Объясняю, почему высоко? Вот. Виной год, а привать хочется пораньше. А снег не сходит, не сходит. А лето короткое у нас в Сибири. Надо, чтобы ещё дерево вызвать успело. Так. И тогда я подхожу, становлюсь на колени. Со мной рядом тазик, всё это будем проходить. И начинаю раскапывать яму. Копаю, копаю. Ну, пусть даже 30 сантиметров, 40, это очень много. У нас это много, редко бывает, но нет. Срывается привычный сезон у железа. Раскапываю яму. Сую туда в яму голову, руки, голову, задницу выше головы. И прививаю. Как ни стараясь, у самой земли прививка не получается. Это я фактически оправдываюсь перед вами. А то говорю, ля-ля-ля, как можно ниже. Вот такие вещи случаются. Вот. Здесь почти то же самое. Ну, меня попросил-то оценку для новой книги фотографии наделать. Вот некоторые я и сейчас использую. Вот на эту фотографию посмотрите. Присылает мне история этой фотографии. Она очень важна. Со Смоленска. Черенки. Один из них назывался. Груша Смоленская. Ура! Привил. Как положено. Если вы приглядитесь, она привита возле самой земли. О! Нет, так не видно. А как по-другому показать-то? А никак не получается. Вот. Смотрите. Самый-самый низ. Видите прививку? Все честно. Все по железу. Растет. Ветки я никогда не отрезал ни одну. Это мой принцип. Доросло до сюда. Начало давать плоды. У меня есть фотографии. Господи, какие они красивые. Абсолютная дрянь. Никаких шансов даже облагородить. Долго плевался. Долго удивлялся. И взял, обратите внимание, в этом скелет, вот три скелета-то. Я в него привил. Ну, была еще какая-то мысля. Может, вот этих сладких груш передастся сюда? Вот сюда. Какие сладости как-то? Я уж так, извините, не научное слово применил. Передастся сладость. И вот у меня одна прививка пошла. Прекрасно. Знаете, что это? Скороспилка Мичурина. Вот. Вот второй побег. Сейчас не помню, что. Тоже сладко. А третий не пошел. Ну, вот так это. Тогда я, когда я дождался, думаю, ну, подсластят. Это я называю. Вот у абрикоса, у слега прекрасно получается. Передается от привой к подвою к качеству. Это называю инфицирование. Это мой железный термин. Ну, когда-то войдет в учебники. Но, наверное, еще не скоро. И вот получается, что еще год подождал, опять плевался и отрезал. Но отрезал по железу. Это уже обрезка. Это другая тема. Но я же не могу такой замечательный рисунок, фотографию пропустить. Отрезаю вот так. Никаких ран на кольцо. Никаких. Своим этим самым ученикам говорю, приеду, руки по трубаю. Если увижу, что мне прислали фотографию с обрезка на кольцо. А у меня вебинар по неделю. А в вебинаре там вот этот самый товарищ, вот, выдающийся, да вот, про него столько. Какой он выдающийся, академик. Там примерно 40 сортов ямы, 2 сортов груб, все. Это невероятно. Но опять все тоже. Обрезка на кольцо, не понимая, что как-то не дошло. Как-то вот превычно, настолько превычно, что выдающийся человек, по сортам, подчеркиваю, селекционер. А вырастить просто не калеча дерева не умеет, не знаю. Вернее, не умеет бы, но его никто не научил. Если бы мы вот так показали бы, с 19 века вот это все идет. Обрезка на кольцо, обрезка на кольцо. Ну, я же не просто там с ним спорю. Я спорю, это самое, с фотографиями, со страшными ранами. А здесь просто подвергнулось. Да, хотел показать скелетную прививку раз-два, а перешел на обрезку. Ну, надеюсь, вы не обиделись. Теперь так, ровно через 3 минуты закончится эта запись. Ну, это и будет, пятая серия закончится. А судя по всему, будет нам еще и шестая. Вот так можно прививать. Не пропадать добро, я это называю. Вот так можно прививать. Старайтесь прививать максимально вертикальные ветки. Максимально. Вы знаете, что будет с этими ветками? Видите, что это 21 год, апрель. Еще год прошел. Но я теперь взялся все вот эти вертикальные перепривания. Я сделаю 100-200 прививок, потому что у меня новая цель. Это третий этаж. Вот. Облагораживание. И в общем, я хочу получить плоды вегетативной гибриды. Мне, понимаете, я уже давно доказал, что она существует вегетативной гибридизации. Но это нормальным людям понятно. А тем, кто учит, как их переучить, их тоже надо каким-то образом убедить. А этого мало. То есть, одному достаточно раз по голове дать, он скажет, о, вы правы, чтобы не получить второй раз по голове. А есть, которые в этом не помогают. Ну, я образно. Вот. Вот вертикальная прививка. Видели, как я делаю? Вот. Ну, здесь не получилось вертикально. Но здесь основной ствол, это, это самое, вылочная вишня. А сбоку, вот, пожалуйста, персик. Вот. Еще пример. Еще пример. Вот. Никогда такую возможность не упущу. Почему? Есть основной штамп, так. Он остался сам по себе. Это прививка культурного дерева. А из-под земли лезут и лезут. Это их право. Это подвой. Не использовать такой случай. Да. Вот. Вот еще волосы и вишня. А там я в это внедряю персик. Уже добился плодошения. Вот еще внедряю персик. Добился плодошения. Вот. Ну, еще скелетная прививка. Ну, еще, пожалуйста. Вот здесь и удается использовать бутылку. Я их везде использую. Но там уже снял. А здесь еще не снял. Ну, что, друзья. Все. Время и стекло. Ну, еще, ладно. Волочная вишня и прививка персика. Ну, что, на этом будем заканчивать. Вот. Что вам пожелать на прощание? Во-первых, видели прививка на персика, на волочную вишню. Там промекнуло, я не раскрыл тему слива на абрикосе. Абрикос на слив. Используйте любую возможность. Если в этом году мне не закажете черенки, единственное, лучшие черенки, лучших в России сада по качеству плодов, почему, по качеству плодов. Садов хороших много. Вот. И все. Это ваш шанс. Черенки, черенки, черенки. Продолжение следует...